Всем привет! Сегодня я вас познакомлю с московской вышивальщицей Катюшей. Мы с ней познакомились в Москве. Привет, девчонки! Мне очень приятно, что Несса заглянула ко мне в гости. Я тоже рада вас приветствовать в своем доме. Мы сейчас покажем вам мои работы и Несса немножко расскажет. Да, и Катюша как раз меня отведет на Красную площадь, на Арбат. Будет меня сопровождать. Да, мы пойдем гулять. Это одна из первых работ РТО. Старый наборчик. Ну, я тогда была еще не совсем опытная, поэтому я решила, что 14-я канва это очень крупная. Я взяла 18-ю. 18-я, черная, черные, темные или коричневые нитки. Это было что-то. Я ее вышивала очень долго. Все мои знакомые спрашивали, ну когда? Я даже боюсь назвать, сколько лет она вышивалась. Усики. Усики металликом сделаны. Красиво. Это, скажем так, портрет мужа. Понятно. Он лев по гороскопу? Он по гороскопу лев и у него такая аватарка в сети. Понятненько. Это знаменитый, слишком усталый Dimensions. Вышивала я его без приметы. Паспарту с дорисовкой. Было немножко неожиданно, потому что я оформляю одного багетчика. Бывает так, что я им просто привожу работу, а дальше он уже сам решает, как она будет. Понятненько. Ну хорошо оформлено. Я люблю дерево. Под дерево. Ну я пластиковые делаю рамы, но люблю под дерево. Тут первоначально предполагалось немножко другое. Я вообще даже не знала, что он умеет рисовать, если честно. Для меня это было открытие. Ну красиво, да, дорисовано. Кстати, с первого взгляда даже непонятно, что дорисовано. Вот когда начинаешь уже детально разглядывать, тогда видно, а издалека сразу и непонятно. Здорово, красиво оформлено. Это на кухне работы висят, новинную тематику. Оформлены с пробочками натуральными. Угу, здорово. Тоже прикольное оформление. Это Dimensions, мини-голд, да? Одна работа, мини-голд, вот там, где этот штопор. А это DMC. Это ланарты. Светланка Абакарова такую вышивает. Любимая девушка. Уже вышла. Но она не от ланарты вышивала, она другой набор. Ну, тоже. Сейчас Уриолис, кстати, вышел в такой же сюжет. Да, нет, у Золотой Руно. А, Золотой Руно, точно. Но мне он чуть-чуть меньше нравится, потому что ланарты, у него такая вот именно воздушность получается, прозрачность. Там он более такой насыщенный. Очень понравилось здесь вот вышивать. Он вышивается в одну ниточку на равномерке. Очень красиво. Ну да, он такой нежный, какой-то полупрозрачный. Да, вот именно ощущение акварели. Угу. А это моя любимая. Это Риолис. Да, розы. Розы. Они такие огромные. Мне Татьяна Шумилина подарила вот такой набор. Ага. У меня есть набор нитками вышитый. Еще есть бисером такой же. Огроменный сюжет. Я так же не видела. Ну, я его вышивала давно. Тут меняла канву, потому что для меня было шоком, когда я купила набор. Там лежала, знаешь, такая вот персиковая канвуация. Да, у меня тоже персиковая. Вот, и я как-то не представляла ее на более светлом форме. Поехала специально на выставку. Так ты ее заменила на молочную? Да, я ее заменила. Или это белая? Молочная? Нет, молочная. А, кстати, красиво смотрится. И самое интересное, что у них образец на выставке висел со светлой канвой. А то с той, которая у них шла на воле. Поэтому я канву заменила и ничего не жалела. Но нитки были ужасные. Сейчас они, кажется, кладут анкор. Анкор сейчас. А тогда был, не помню, у него аббревиатура была МФ. Нитки ужасно рвались, путались. Просто какой-то кошел. Вот подушечка, да, еще с розочками. Это тоже Риолис шерсть, да? Да-да-да, это шерсть. Моя слабость в розочке. Ягодки, цветочки у меня в садочке. А кто художеством занимается? Это моя дочка. Дочка рисует? Понятно. Это тоже папу, да? Тоже папа. Папу рисовали. Что написано там, где любят... Наш дом там, где любят наши сердца. Ну, это я сама как бы напись переделала. А вышивка вообще лежала несколько лет. Там скачанная схема была из интернета. Жутчайшего качества. Когда я решила все-таки ее дошить, я чуть не сломала глаз. Ну, так ничего. В общем, получилось хорошо. Нормально. А я еще думаю, набор такой я не видела, авторская, наверное, схема. Нет, я даже вообще не знаю. Нет, это вообще... Мне кажется, это вообще какой-то китайский наборчик, да. Не могу сказать вообще точно. То есть вот... Неопознанный дизайн. Это Dimensions. Прогулка. Прогулка. Да. Я от Classic Design только купила. Нет, это именно Dim. Да, единственное, его надо, конечно, переоформить. А на какой он канве? На 16-й? На 18-й. На 18-й? Да. Такой размер, в принципе, большой для 18-й канвы. Сложно, наверное, да, было? Ну, там очень много полукреста. Ну, да, да. То есть, в принципе, не скажу, что очень сложно. Средний. Ну, красивый дизайн. Это тоже Dimensions. Там наборчик идет, он с паспарту. Он тоже старый снят с производства, поэтому по схеме и просто в овальную рамку. Это тоже Dimensions. Маленький наборчик был. Когда я его увидела, почему-то хотела... Сразу вот увидела в шкатулку. Что иногда в форме. Вот, привезла багетчику и говорю, вот, хочу в шкатулку. Говорит, хорошо. Через какое-то время звонит и говорит, приезжай, забирай. Когда он мне назвал цену, я так немножко оторопела, потому что, ну, как бы, ожидала одну цену, а тут цена, как бы, очень высокая была. И он говорит, ну, понимаешь, говорит, как эта шкатулочка не получилась большой. То есть, изначально я предполагала, что она будет по размеру приблизительно вышивки. Ну, получился вот такой, скажем, ларец. Муж, когда увидел, сказал, так, дочке не отдаем, будем передавать по наследству. А здесь ты вышиваешь, да? Здесь я вышиваю. На этом станочке. Да, сейчас вот у меня в процессе, наверное, всем известный... Ангел любви, наверное. Ангел любви, да. Я смотрю, ты с лупой, да, вышиваешь? Мне тяжело его вышивать без лупы, почему-то. Не знаю, почему. Обычно я вышиваю без лупы, его почему-то вышиваю с лупой. Не могу объяснить даже, почему, из-за чего. Очень часто вышиваю вечером, по вечерам, не хватает света, и глаза устают по этому услугу. А здесь кто музицирует? А здесь музицирует моя дочка. Дочка? Да. Я тоже бывший музыкант. Ну, сыграй. Руки-то помнят? Я ничего не помню. Руки автоматически играют. Сколько лет не играла. У нас тоже где-то поломанный синтезатор валяется. Полозанный? Да. Значит, надо вылезать синтезатор. Да. Ну, всё, Катюш, идём гулять. Пошли. Прощаемся со зрителями. Всем пока-пока. Пока-пока. Прощаемся с 91-м. Буд select 53-м. Работа. С 91-м. gev niet. С 91-м. Продолжение следует...